Уважаемые коллеги, разрешите мне вас приветствовать от имени руководства Балаковской станции на этом журнодном форте. Балаковская АЭС находится на Саратовском водохранилище, одном из водохранилищ Волги, и расположенном между Саратовом и городом Самары. Первый блок, четыре блока ВВР-1000, первый блок пущен в 1985 году, последний в 1993 году. В 1988 году было создано на станции подразделение учебное, которое затем в 1993 году было преобразовано в учебно-тренировочный центр. В своей деятельности этот центр опирается на законы Российской Федерации, в частности, закон о использовании атомной энергии, далее документ Государственной кооперации Росатом, организация работы с персоналом на атомной станции, и уже внутренний документ, положение о подготовке персонала на Балаковской АЭС. В своей практике, безусловно, используются опыт и положительная практика, и система профессионального образования, рекомендуемая как МАГАТЭ, ИнПО, так и положительным и мировым опытом нашей отрасли. За основу, так сказать, работы нашего центра взят системный подход, который показался как проверенная, надежная модель построения системы профессионального обучения на атомных станциях. Центр подготовки имеет следующую структуру, в частности, имеется отдел, департамент по подготовке ремонтного персонала, оперативного персонала, дальше подготовки персонала общей подготовки, это нормы и правила, затем методологии системного подхода, где учебные материалы все разрабатываются, и отделом, который обеспечивает подготовку и функционирование оборудования в учебном центре. Основные задачи учебно-тренировочного центра – это реализация профессионального обучения на АЭС, а также развитие управленческих компетенций, и совершенство этой системы на основе методологии системного подхода, обеспечение эксплуатации и развитие учебно-материальной базы, и планирование и контроль финансового обеспечения профессиональной деятельности на АЭС. Инструкторы учебно-тренировочного центра – первое, это обязательно имеют высшее техническое образование, большой опыт работы на нашей станции и на других, но в основном на нашей станции, многие из них были руководителями подразделений, перешли работать в УТЦ, и прошли обучение по современной методологии обучения. Вот здесь, как бы на фоне фотографии нашего центра, дана характеристика нашего центра, чем он обладает. Вы, как видите, здесь два корпуса. Один корпус был впущен в 1993 году, а второй – в 2004. И сейчас ведется, уже сделан проект, еще один корпус будет создан, где будет поставлен еще один тренажер. Пока у нас на четыре блока один полномасштабный тренажер, это, в общем-то, для дальнейшего развития обучения маловато. Значит, сейчас будет создан еще один тренажер. Тем более, что на станции начался процесс продления срок эксплуатации энергоблоков, замена оборудования на новое, и поэтому будет создан тренажер, который будет учитывать все вот это вот оборудование, которое сейчас будет ставиться на всех блока. Значит, имеются классы теоретического обучения, лаборатории, мастерские для обучения, классы для обучения нормам и правилам, компьютерные классы, кабинет психологической подготовки или, значит, большая библиотека, значит, своя, а также имеется архив с документами, где более тысячи документов разработаны. Это учебные материалы, учебные пособия, значит, для подготовки персонала. Ну, еще раз напомню, что основными видами обучения, которое на станции, значит, занимаются, это, первое, подготовка на должность, а дальше поддержание квалификации и профессиональная переподготовка и повышение квалификации. Так вот, здесь, как раз на этом слайде, значит, показано, что поддержание квалификации, чем уделяется очень большое внимание на станции, обеспечивает, обеспечивается, вернее, таким объемом обучения, как операторов блочного счета управления, это 144 часа в год. И остальных операторов, боевых операторов, это 80 часов в год. Ну, есть специальный график, программа, когда персонал в течение цикла, это 5-6 раз на 3 дня, в графике это заложено, выводится в центр подготовки, и там происходит его поддержание квалификации и учеба на тренажерах, и практическое обучение, и теоретическое обучение, то, что это и заменяемому оборудованию, модернизируемому оборудованию, а также поддерживается его знание и эксплуатируемому оборудованию. Взят двухгодичный цикл обучения, за два года практически в теоретической подготовке с оператором снова они вспоминают все конструкции оборудования, все инструкции, которые они должны знать в своей работе. Ну, и вот здесь отмечено, что да, примерно из этих 144 часов, не менее 40% это работа на тренажере. Здесь нужно сказать, что, конечно, наверное, это было бы еще маловато, необходимо более 50% тренажерных занятий, особенно оператором блочного счета управления, но это уже у нас говорит нехватка тренажерного времени. Мы пытались обучать его вторую смену, и даже, так сказать, вечером, но это уже тяжело, когда человек приходит на обучение после дневного присутствия дома, то обучение идет не столь эффективно. Вот здесь у меня есть несколько, значит, фотографий. Вот здесь, в частности, фотография с пульта управления тренажером, где сидят инструктора, а через стекло видно, значит, сам тренажер. Ну, стекло, оно сделано таким образом, что со стороны блочного счета инструкторов не видно, то есть затемненности. Далее здесь показан, у нас помимо полномасштабного тренажера есть и функциональный электрический тренажер, который, в общем-то, как показала практика, очень хорошо себя зарекомендовал в обучении основам физики реактора. То есть, когда приходят молодые специалисты из института, когда они готовятся на должность оператора в блочном счете управления, вот здесь как раз физика, значит, она лучше, так сказать, воспринимается и лучше, так сказать, можно объяснить на функциональном тренажере. На полномасштабном, там уже сама система управления, и там уже, по сути дела, навыки управления. Значит, прививаются и закрепляются. Ну, здесь общий план обучения и количество месяцев. Здесь показаны, значит, вот у нас имеется тренажер верхнего блока реактора, где специалисты по ремонту, значит, они обучаются, значит, работе на верхнем блоке реактора, значит, уплотнение, значит, как систем контроля реактора, так и уплотнение, сузыки уплотнения на крышке реактора. Далее имеются, здесь показаны фрагменты различных учебных, мастерских лабораторий, где, значит, знакомиться с оборудованием, это уже, так сказать, ремонтный персонал, оборудованием используем на АЭС. Значит, в частности, вот теперь несколько слов о подготовке, которой мы, в общем-то, были в 99-м году привлечены для практической подготовки персонала зарубежных АЭС. В частности, первый персонал, который был, значит, приглашен и, значит, осуществлял практическую подготовку на станции, это были иранские специалисты. Они проходили обучение, значит, теоретическое обучение, обучение русскому языку и в Обнинском институте, значит, в ЦИПке, значит, в Воронежском учебно-тренировочном центре, а затем на практическую подготовку. Здесь как раз показано, что модульная система была этого обучения, и последний модуль – это практическое обучение на АЭС. Значит, модуль был, значит, построен таким образом, что первая половина дня персонал проводил, так сказать, в виде экскурсии и ознакомления с оборудованием на станции, а затем после обеда возвращался в учебно-тренировочный центр, и, значит, в первую очередь, конечно, были ли ответы на вопросы, которые до обучаемых не совсем были ясны на, значит, при знакомстве оборудования на станции, и далее снова была, значит, предложена теоретическая часть работы все-таки оборудования и подготовка на следующий день. И вот эта система, она очень себя, значит, зарекомендовала и, значит, и в части подготовки иранских специалистов, затем китайских специалистов и затем индийских специалистов. Ну, значит, конечно, вот иранские специалисты, они проходили курс обучения по русскому языку, значит, и обучение велось на русском языке, а затем обучение, значит, китайских специалистов пошло с переводом на китайский язык, а у индусов на английский язык. Ну, это было немножко все-таки труднее вести эту подготовку. Но, тем не менее, она была успешно проведена. И в общей сложности вот с 99 по 2005 год мы провели обучение 900 специалистам. Здесь еще раз показаны станции, с которых были эти специалисты. Кушер, Тайвань и Кутан-Куан. Спасибо за внимание.